Фильм «Сонор» представляет Совместное производство Франции и Италии Бурвиль в фильме «Всё золото мира» В ролях Альфред Адам, Филипп Нуаре, Клод Риш, Калет Костель, Ани Фротеллини и другие Оператор Пьер Петти Художник Леон Барсак Композитор Жорж Ван Перрис Автор сценария и режиссёр Рене Клер Что я говорила? Осторожнее надо быть Ладно, ладно Ну, знаете Бурвиль в фильме «Всё золото» Класс 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 КОНЕЦ Тебе спешить, Някуля? КОНЕЦ 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 Шеф Какие дома? Им больше 100 лет Надо все снести Куда нам? Идемте, покажу Месье Виктор Орди Господин мэр Члены городского совета Господа Это честь для нашего города Согласно официальным данным В газетах уже напечатали о нашем приезде Наш фотограф работает Посмотрите Ему было 85, а жене 93 Дальше Этот дотянул до 88 Снимите А этот прожил 92 года И этот тоже Что скажете? До 100 доживали Сколько угодно Вот, например, 101 год А вот еще старше И там Деревня Долгожителей Покупаем Перепродадим землю Дорого Как бы назвать? Может Может Нет Здесь долго живут Да Долго живи Долго живи? Долго живи Золотая жила Разрекламируем Хоть до 100 лет живи У нас в Долго живи Живи А вдолго живи Долго живи Нулики ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОЛГО ЖИВИ ГОЛЬФ-КЛУБ ВОДОЛЕЧЕБНИЦА КАЗИНО ДИРЕКЦИЯ Господа, мы чрезвычайно горды тем. Благодарю вас, господин мэр. Вот и славно. Все теперь наше. Отлично, Фред. Было нелегко получить обязательства о продаже без денег. Все подписали? Да. Но один хотел сначала на вас взглянуть. На меня? Он ждет. Здесь. Зовите скорее. Месье Димон, проходите, месье Арди, здесь. Сюда, прошу. Дверь здесь. В деревне этой все немного не в силе. И это хорошо. Где его земля? Здесь. Она не помечена. Вот так, прямо в центре. У него источник. Не волнуйтесь, утрясем. Входите, месье Димон. Очень рад встретиться, месье Димон. Мы уже встречались. Правда? Когда именно? На днях. На дороге. У вас шофер. Невежный вы. Неужели? Он обещал дать мне подзаду. Как? Не может быть. Ну, значит, ты албун. Нет, месье Димон, мы вам верим. Это недоразумение. Месье Арди его накажет. Причем строго. Присаживайтесь. Подпишите здесь. Пинок подзад. Нет. Конечно. Я согласен. Вы согласны? Конечно. Тогда позовите его. Кого? Вашего шофера. Раучим его. Шутник. Какой шутник, месье Димон. Подпишите, а шофером мы разберемся. Накажем виновного. Сначала пинок подзад, а потом поговорим. Месье Димон, вы шутите. Вы хотите, чтобы... Я ничего не хочу. Это вам что-то нужно. Месье Димон, прошу вас. Давайте обсудим. Месье Арди желает вам добра. Присядьте. Поговорим. Вы ведь не торопитесь? Я никогда не тороплюсь. Никогда. Ты не торопись. Малый немного удивлён. Пускай привыкает. Да, встаньте на его место. Мне кажется, он раздумывает. Правильно. Никогда не торопись. Это всё его? Хорошо, друг мой. Вперед. Месье Димон? Да, идёмте. Нет, я один, без свидетелей. Давай скорее. Месье Димон? А кто это? Я вас жду. Что хочешь? Я-то ничего. А вот вы... Да, ясно, я понял. Запрасно торопился. Не тяните. Как больно. Теперь всё в порядке. Пусть подписывает и поехали. Сглажь, долой. Мсье... Как же я? Что? Ах, да. Здесь дикари какие-то. Их не поймёшь. Теперь мы договорились? Кажется, да. Вам осталось подписать. Пописать. Хорошо. Подпишу. Конечно. Как только поговорю с Туаном. С Туаном? Это мой сын. Но ведь это ваша собственность. Да, моя. Но кто мне её основал? Мой отец. А ему зря досталась от деда. И как бы всегда... С незапамятных времён. Я не могу её продать, не посоветовавшись с Туаном. Это нечестно. Фред, не копайся. Минуту. Надо поговорить с Туаном. Да. Поговорю при встрече. Сейчас? Сейчас. О, наверху. Где? В горах. Пасёт овец. Найдём его? В горах. Я слишком стар. Туда идти два дня. А дорог совсем нет. Когда он вернётся? В конце, лето, с овцами. Фред, подписали? Иду. Попробуйте суп. Буду. Большое спасибо. В другой раз. Любви. Так. Ну вот... КОНЕЦ 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 Здравствуйте, Туан. Рад познакомиться. Как похож на отца. Друг вашего отца. Он приглашал меня на суп. Ваш папа хотел с вами поговорить. Не вред? Можешь верить. Сядете в нашу машинку? Я? В эту штуку. Согласен Месье Димон Месье Димон Матье, здравствуй, папа Что ты здесь делаешь? Ты хотел поговорить с сыном Поговорю в конце ряда, когда он вернется с ловцами Не раньше Иди, мальчик, обними папу, пусть не волнуется Чтоб ноги твоей дома не было Он же хотел поговорить Сейчас Ну, прямо, как все Димоны Будешь шутить? Ты меня пристрелишь? Ружье заряжено солью От мальчишек, чтобы яблоки не таскали Не уберешься тоже, получишь Димоны всегда были свиньями, а ты особенно Солью А ведь я мэр Я сейчас Месье Димон Да, послушайте Не хочу Пастуху нельзя бросать овец Поговорите с ним В конце лета Я все сказал Месье Димон, это недоразумение Ваш сын не виноват Не виноват А овцы? Кто будет их пасти? Овцы? А, спросите у него Ваш отец хотел бы знать, кто будет пасти овец Бородач Бородач будет пасти овец Бородач Что он может? У него есть кузен Ясно Кажется, ему поможет кузен Какой кузен? Не знаю Наверное, Бородач Смеется Его кузен Идиот Кажется, речь идет о другом кузене О каком? Я о другом говорю О другом Туан Я запретил тебе показываться дома Месье Димон, это ваш сын Он имеет право Я здесь живу И я не маленький Не маленький Сейчас посмотрим Учитывая, что завтра Открытие Эффект пресса Радио знаменитости И все может сорваться Из-за одного упрямца Вот если бы Его убить Это непросто Однако Я тебе покажу Туан, дружище Позвольте объяснить Мы немного торопимся Он закатил мне в сбочку В моем возрасте Нам очень жаль Поверьте Дело в том Что мы хотим купить землю Вашего отца Туан Маленький паршивец Открывай Минуту Согласие вашего отца Есть А если я ему Двину Не стоит Это ничего не изменит Тем более, чтобы Оба согласны продать Открывай Немедленно Сейчас Ваш отец сказал Да Дело за вами И я уеду Куда захотите Возможно в Париж Там Нет таких просторов Хотите остаться на природе Мы построим вам новый дом Начнете новую жизнь Достойную Не прогадайте Скажу больше Это ваш долг Если вы не откроете Я возьму топор Открываем Теперь поговорим С вашим отцом Он поймет Что сделал Конечно Когда найдет меня В колодце В колодце? Вы слышали? Он это серьезно? Господи Туан Вы знали старика из дома Где он? Позвольте сказать Что вы не правы Я до сорока лет Пасовец А вы убирайтесь Туан Где ты, паршевец? Вылезай Туана здесь нет Я его найду На помощь Месье Арди На помощь На помощь Скорее Нет Я не хочу жить На помощь Скорее Вам кто разрешил туда залезть? Месье Димон Вылезайте, говорю Или Пеняйте на себя Ну ладно Оставайтесь там Держись Еще немного Держись крепче Вот так Я тебе покажу Туан Держи Хватай Отлично Сейчас Ружье заряжу Какой неуклюжий Ну давай Давай Наконец-то Надо было тебя там оставить Он тебя от смерти спас Посмотри туда Бездна Мое ружье метко стреляет Черт Побери Черт Когда не надо Осечка Боже Вот тебе Господи Как жжет Что же делать? Они мне заплатят Роза Ему больше не наливай Бедный Туан Кто бы знал Что он напьет Ничего Я сумею уберечь Молодежь от греха Надеюсь Месье Жюль Доброй ночи, Роза До свидания До свидания Тяните карту Запомнили Кладите обратно Подойдите Ближе Такая красотка Могла вытащить Только черви Король червей Это я Я знаю много хитростей Поверьте Надо же У вас парик? Нет Мне нравятся Длинные волосы Их долго укладывать Зато раскрепать Можно быстро Не надо Не трогайте Красота В Париже Вас бы оценили Представьте Вы в авто На Елисейских полях Все на вас смотрят А здесь И что вы делаете В этой дыре? Ты куда, Туан? Говорю с ним С кем? Со стариком Он же тебя выгнал из дому Что ты ему скажешь? Поделись с нами Представь, что я Твой отец Да Ты входишь? Вхожу Что ты скажешь своему отцу? Проси прощения За что? Ты дал мне пинок под зад Да ну? Дал оплеуху Неужели? Извиняйся Не за что Теперь мой черед Ладно, ладно, хватит Ты не ударишь отца Ударю Когда мне было девять Я пас овец И до сих пор их пасу Что я видел в жизни? В Париже не бывал Дурак Что ты будешь делать в Париже? А в горах За все время Ни су не заработал Жениться не могу Жениться? Кто за тебя пойдет? Держи язык за зубами Я хочу жить как все Думаешь, я тупой? Ничего я не думаю Ты надо мной смеешься Да ничего Хватит Я терпеть не буду Думаете, я гожусь только Пости овец? Не будешь ты их больше пости Успокойся До свидания Ничего ты отцу не скажешь Ты всегда трусил Думаешь? Мне ты Ничего не сказал Я с тобой Все время говорю Когда? Когда я один Роза! Мадам! Давно пора закрываться Да, мадам, сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Где переночуешь? А тебе что? Просто спрашиваю Когда я в горах Тебе важно? Где я сплю? Переночуй в амбаре Дверь не заперта Спасибо Подойдет Я не неженка Туан Ты думаешь обо мне в горах? Не все же об овцах думать Доброй ночи Доброй ночи Ну вот Не умеешь ты разговаривать Доброй ночи Доброй ночи Да здравствует господин префект Приветствуем королеву Долгоживи И королеву Эстрады Проход запрещен Доброй ночи Стелла Иди сюда Отличный кадр получится Не видите? Частная собственность Не мешайте нам работать Присядь вот так Я сказал убирайтесь Вы не имеете права Левать Пой Будет естественней Если вы не уберетесь Молчи Старый крич Твое место на кладбище Улыбнись Получишь Солью в зад Что он сказал? Солью выстрелит Солью? Ты что совсем рехнулся? Хотите Сами напросились Отлично Прекрасно Повернись Молодец Что за скульптура? Вечная молодость Я так и понял Очень сильно Прекрасно Господа Это шедевр Господин мэр Дамы И господа Как сказал один известный философ Будущее Это неизвестное настоящее Но оно не менее важно Чем прошлое Прошлое Не становится важнее Только потому Что оно прошлое Напротив Оно во многом Уступает будущему Понятие необходимости Наводит нас на мысль Что все человеческое существование Было обусловлено Глубоким конфликтом Человек помнил о себе И забывал о бытии Поэтому сейчас мы восклицаем Да здравствует рай долгожителей Да здравствует будущее Ты сказал мне пора на кладбище Старый пень Еще ходит Не стыдно землю топтать? Что с тобой? Мой зад Объясни, в чем дело? Мой зад Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Даже так. Это перестрелка? Декольте маловато. Это до перестрелки. Слишком глубокая. Стрелявший. Кого он убил? Никого. Неинтересно. Вот и герой. Эту рожу в журнал? Как он на нее смотрит? Пастух и звезда. Это что-то новенькое. Перемена стиля? Туан. Настоящий крестьянин. Его зовут Туан? Туан Дюмон. Туан. Мужа Стелла зовут Туани. Да. Туан. Туан. Заменит ли Туан Туани? Неплохо. Замет ли Туан Туани? Замечательно. Вы гений, патрон. Вот это обложка. Смотрите, господа, смотрите. Алло. Соединитесь с Кобосом. Стоп. Не двигаться. Туан, дружище. Дорогой мой, запоминай. В твоем краю прозрачный воздух, и все люди долгожители. Нет необходимости представлять его вам. И все же скажу, что этот французский крестьянин живет в деревне долгожителей. Статистика тому подтверждение. Да, Туан? Да. Не мог бы, мсье Туан, рассказать, кто для него Стелла? Не сейчас. Это будет мировой центр долгожителей. Там все предусмотрено. Частные участки, предоставление кредитов, гольф, отели, казино, театр, термальные ванны, источник молодости, а также воздух, который творит чудеса. Да, Туан? Конечно. Скажите, мсье Туан, вам нравились песни Стеллы? До вашей встречи. Подождите. Наш друг Туан впервые в Париже. Следуйте за нами, и вы увидите, что больше всего его поразила не красота столицы, а очень грязный воздух. Выхлопные газы, смог, грязь. Вот почему долго живи, это наше спасение. Да, Туан? Это точно. Что скажете, Туан? Вы привыкли к чистому воздуху. На высоте дышать легче? Нет. Здесь не легче. Выше не подняться. И здесь Туану не дышится, как дома. Что вы об этом думаете? У нас прозрачный воздух, и все люди долгожители. Пусть еще что-нибудь расскажет. Можно задать вопрос? Ну, конечно. Не стесняйтесь. Стелла называет вас Антуан или Туан? Это слишком личный вопрос. Если бы вы не вмешались, ваш отец мог бы убить Стеллу? Ответьте, Туан. Нет. Ей досталось больше солью по ягодицам. Господа, не печатайте это. Она все же гордость Франции. Я не люблю общество. Я не люблю общество. И чтобы забыть, я пью. Но я не люблю пить. Я не люблю ничего. Довольно. Еще вопросы? Давно вы знакомы с Туаном. Я сразу его оценила. Что вам в нем нравится? Он замечательный человек. Чистейшая душа. Он называет вас мадам или Стелла? Нескромный вопрос. Он просто близкий друг. Самый верный товарищ. Прошу, будьте скромнее. Я замужем. А как ваш муж относится к пастуху? Мой муж, он тоже мой лучший друг. Милый Тони. Он тоже чистый человек. Даже слишком. Мерзавец. Дрянь. Ты сказал, дрянь? Наконец-то. Смята. Тони. Браво. Потрясающе. Браво. Нет, не надо журналистов. Никаких интервью. Стелла моя жена. Я не буду говорить о нашей частной жизни. Тони. Еще один кадр. Стелла моя жена. Я не буду говорить о нашей частной жизни. Здесь не снимайте. Все подумают, зачем мне мужской партнер. Нет. Стелла, еще раз. Повторите строго. Нет. Нет. Это лучше дубль. А теперь сцена с галстуком. Туан, повернитесь. Посмотрите на галстук. Спасибо. Здравствуйте. Мсье Туан. А? Нет, не так. Внимание. Туан, руку на плечо. Не на ваше. Вот так. Улыбаемся. Улыбка, Туан. Хватит. Я не против рекламы земельных участков. Но причем здесь моя жена. Вам плевать на мою репутацию? Тони, вы знали. На что шли? Что? Моя фотография здесь меньше, чем снимок Стеллы. Кого мне почти не говорят. Газетам не прикажешь? Они печатают только этого дурачка. Как там его? Туан. 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 Добрый день. Добрый день. Внушаю доверие. Молодцы. За рекламой обращусь к вам. Тони, уверяю вас. Это муж твоей подруги Стеллы. Она замужила. Ты что, газет не читаешь? Но ведь это неправда. Ну, что ты имеешь в виду? Этот господин, ее муж. Что он подумал? Ничего, ведь он теперь знаменит. А жене не стыдно. Она тоже знаменитость. А читатели? Тоже довольны? Пишут о знаменитостях. Нечестно, вы писать ложь. Ну, какое дело? Все довольны. А я недоволен. Туан. Ты ничего не видел, кроме своей деревни. Ты крестьянин. В Париже ничему не удивляется. Лишь бы дураки тебя любили. А их много. Смотри. Прошу прощения, я очень спешу. Идите за мной. Прошу прощения. Я не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дорогая Стелла, дети во Франции любят вас не меньше, чем остальная публика А вы признаетесь Кто ваша самая большая любовь? Итак, кто это? Скажите, жена, скажите Это мой мальчик Он вам сейчас аплодировал? Ему четыре месяца Сегодня он ляжет чуть позже, чтобы увидеть маму Правда, малыш? Пошлите ему воздушный поцелуй Он наверняка вам ответил Благодарю вас, Стелла А теперь наш почетный гость Антуан Дюмон Вы его знаете Это самый известный пастух Франции Дорогой Антуан Нам известно, что высоко в горах Вы поете, чтобы не скучали овцы Напойте что-нибудь этому маленькому барашку о его родной стране Господа Господа музыканты Прошу Là-haut, là-haut, dans la montagne Je vis avec mes blancs moutons Бэй, бэй Mais c'est en bas, dans la campagne Que j'ai rencontré Jeanne- CB Бе-е-е, бе-е-е. Бе-бе-бе! Бе-бе-бе-бе-бе-бе! Матьё! Хорош, твой сын! Пастух соблазнил Стеллу. Бе-бе-бе-бе! Браво, Туан! Браво! Ваши земляки сейчас вас видят, но и вы их тоже увидите. Посмотрим, как живут в настоящей французской деревне. Кабосе! Кабос в эфире. Господин мэр, что вы думаете о Туане? Он славный малый, поэтому все парижане его тоже любят. Мадемуазель, встаньте. Как вас зовут? Роза. Скажите, вы знаете Туана? Как же не знать? Поздоровайтесь с ним. Здравствуй, Туан. Туан, поздоровайтесь с Розой. Давайте, Туан. Он у нас молчун. Даже с вами? Он разговаривает сам с собой. Вы разговариваете сами с собой? Тогда представьте, что вы с овцами. Роза, он вас стесняется. Ну же, Туан. Здравствуй, Роза. Отлично, лед сломан. Туан, ты к нам вернешься? Не знаю. Не знаешь? Я тебе скажу. Кто это? Подойдите, месье. Кто, вы? Я его отец. Отец и сын встречаются благодаря телевидению. Прекрасно. Ваши аплодисменты. Ну же, Туан, поздоровайтесь с папой. Мы не разговариваем. Как это? Я все же кое-что скажу. Ты первый из Дюмонов, кто попал в газеты вместе с ворами и убийцами. Тебе не стыда. Да ты, кроме своей деревни, ничего не видел. Ты крестьянин. Послушай. Мадам Стэлли нравится, когда о ней говорят. И ее мужу тоже нравится. А Париж это никого не удивляет. Но Туан... Я ему объясню. Месье Арди доволен. Продажи идут хорошо. Он показывает меня, чтобы заблечь дураков. А если так, то этот Арди самый большой прохвост. Месье Дюмон. Скажи, месье Арди, если он сюда садится, то я его... Дамы и господа, просим вас не обращать внимания на это небольшое недоразумение. Перерыв. Ты высмеял меня перед поклонниками. Чтобы я его больше не видел. Отправьте его обратно к баранам. Катись на вокзал. И в Париж не суйся. Берем. Не высовывайся. На тебя уже все насмотрелись. Это не твоя собственность, Дюмон. Не трогай. А земля? Она моя. Ты обещал ее продать. Пока не продал. Она моя. Ты меня не слушаешь? Полиция задела. Я тебя арестую. Ты арестуешь? Я тоже законы знаю. Первый выстрел в воздух. А второй? Я покажу, чья это земля. Она принадлежала моему прадеду. И всей семье. Вот вам ваши таблички, мерзавец. Давай же. Кто здесь командует? Мэр? Сельская полиция? Нет. Я. Я хозяин. И мое слово закон. Понятно? Матьео! Матьео! Где ты? Матьео Дюмон! Дюмон! Извините. Шеф, возьмите трубку. И что такое? Вы не поверите. Мы спасены. Это провидение. Алло. Слушаю. Здравствуйте, господин мэр. Что? Какое несчастье. Бедный месье Дюмон. Но вы уверены? Бедняга. Все мы под богом ходим. Передайте соболезнования его сыну. Выезжаем. Вот удача. Кто он наследник? Дело в шляпе. Господа, мы выиграли. Едем. Едем. Спасибо. 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 Малышка Роза Туан, не падай духом, бери пример с меня И с нас тоже Мой папа любил вкусно поесть И выпить Матьё был не дурак выпить За его здоровье За Матьё Матьё был канальей Туан, скажи, ведь так? Да Когда он бил меня по лбу То приговаривал Чтоб имел голову крепкую, как у меня У него и прям голова была крепкая А ещё Ещё Да-да-да Нет-нет-нет Сейчас или никогда Покончим с этим Его дом Его бедный дом Его дом Бедный дом Это его кровать Кровать Бедная Да И его кухня Бедная кухня И здесь он готовил себе суп Вкусный Саповый суп Ну же, Туан, друг мой Не надо так Садись Сюда за стол Его стол Туан, мы тебе соболезнуем Но прошлого не вернёшь Нельзя жить прошлым Надо жить будущим Помнишь, твой папа Забыл об одной формальности Подпись Бедный папа Никогда не любил писать Подпишем за него Ты наследник? Надеюсь Он не умел подписаться Просто не успел Всё это принадлежало ему Теперь это твоё Распоряжайся, как знаешь Продать Папин дом Я имею право? Конечно Теперь он твой Да Всё моё Даже ружьё Бедное ружьё Ну хватит Бедное ружьё, шляпа Почему не бедная трубка Бедные штаны и тапочки Шеф, успокойтесь Сил моих нет Он не умеет справляться с эмоциями Что такое? Моя... Что? Голова Патрон! Ну? Что он сказал? Моя... Голова Доктор здесь есть? Доктор не придёт Почему? Он пьян Ты его видел? Да Что он сказал? Моя голова Левать мне на его голову Что с этим делать? Проспится Проспится? Он у меня проспится Туан Туан Ты слышишь? Да Ты меня узнаёшь? Да Да, папа Ну что он сказал? Куда я пойду, если продам дом? Купит другой А теперь? Этот ему больше нравится Приехали Папа не хочет продавать Папа больше не решает Он бы согласился, если бы мог говорить Папа больше не решает Туан 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 Мне лучше, спасибо Кто там? Кто пришёл? Туан Ну-ка Эй Что? Вы слышали? Что? Прислушайтесь Туан Ничего не слышал Я тоже Меня кто-то зовёт Ты бредишь Туан А сейчас? Что? Вы ничего не слышали? Нет Это ты Нет Это ты Нет Туан 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 Как будто он дал мне подзатыльник Кто? Папа Напился до чёртиков Ложись Туан Туан Ты меня слышишь? Нет Слушай, Туан Нет Надо слушаться отца А теперь-то выслушай Поспи Так спать, когда он говорит Мы пойдём До завтра Нет Нет Не уходите Туан Уйди из этого дома Буду спать здесь Если ты помнишься, папа Ты меня не найдёшь Привет Зови, сколько угодно Туан 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 Я тебя разбудила? Я не спал Наверное, хочешь спать Ночь, небось, была бессонная Бедный Туан Какой ты глупый Насмахаться пришла Нет Я пришла Потому что Никто не понимает Отчего ты не продашь дом И все спрашивают меня А я и не знаю Тебе я объясню Я не разболтаю Никому Не смотри, я не могу говорить Мне спрятаться? Да Так не видно? Ладно Попробую Давай Не торопи меня Я слушаю Роза Боже мой Это все Это все? Думаешь Это легко Роза Я плохо говорю Если хочешь Поговорим в другой раз Я не знаю, как начать Придумай Не тяни уже Я не тяну, но все же Ты Видела дом Я не буду Его продавать Я его оставлю Для тебя Понимаешь? Если ты скажешь нет Тогда я продам Но если да Да То я Ну вот Что еще ты хочешь услышать? Ты поняла? Тогда Не заставляй меня повторять Ну? Что ответишь, Роза? Что ответишь? Роза Ты меня слышала? Поздно Боже мой Боже Боже Дом справа Принадлежал Самому Дюмону Именно здесь Живет местный Лавелас Туан О котором писали газеты В чем секрет этого Деревенского Дон Жуана Под невинным обликом которого Вскрывается настоящий Серцеед Соблазнитель Месье Димон Пожалуйста Автограф Месье Димон Сюда Все очень просто Ищите женщину Ты ее нашел? Как он за ней бежал? Он по уши влюблен Забавно Когда такие влюбляются? Они женятся А если он женится? Он станет как отец И оставит дом Детям Как отец Ну что сказала девушка? Ничего Как все девушки Выйдет за первого Кто за ней приударит Точно Что? Жених есть Кто? Ты Но Лучший выход Но я не хочу Тебя никто и не просит Надо чтобы Туан не женился Вы серьезно? Каждому своя роль Жюль за Вадима Торн Я тебе завидую Вперед Удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Щ reco Туан Что с тобой? Там Ничего Да Да. Три дня с ней не разговаривает? Хорошо. Загрустил? Отлично. Не ходит в кафе? Превосходно. Туан не встречается с Розой. Я вам объясню. Итак, он в отчаянии. Наносим последний удар. Нотариус сказал не тянуть. Оформим сразу. Завтра покажем ему сумму наличными. Впечатляет. Ты столько в жизни не видел. Просто подпишите. И это все твое, счастливчик. Знаете, что говорил мой дед? Нет. Что здоровье стоит всего золота мира. Но он прав. Он говорил, что здоровье не купишь. Конечно. Даже заплатив все золото мира. Да. Я понял. Вот хитрец. Не мог раньше сказать? Я не прошу. Пошли. Вот. Думаю, что теперь... Туан, как дела? Неплохо. Если я возьму деньги, все решат, что я богач. И что? Что? Меня убьют, не вас. Оставьте золото здесь. Здесь? Да, здесь. Кладите все, что хотите. Мы закроем сейф. И отдадим вам ключ. Второго ключа нет? Нет. А потеряю? Тебе сделают новый. Да. Если кто-то может сделать другой, он и сейф откроет. Ни за что. А вот землю и дом у меня не украдут, извините. Но дом я оставлю. Пока. Мэр уже потерял терпение. Подождите еще минуту. Минуту. Роза. Роза. Что, Туан? Ты выходишь замуж? За кого? Не знаю. За того, с кем гуляешь. Бедный Туан. В Париже. Девушки гуляют с парнями. Не выходя замуж. В Париже. Я там жить не смогу. А ты? Если выйду за парижанина. Ну, конечно. Но я не хочу за парижанина. А? Так ты... Остаешься здесь? Если найду мужа. Такой я дурак. Как обычно, Туан. Ну что, Туан? Да, да, иду. Хотите счастья и богатства? Да. Там пришел щедрый человек. Он подарит вам счастье, но он разочарован. Он хочет все бросить. А почему? Потому что один из наших земляков... Один из наших земляков хочет оставить себе... Источник долголетия. Источник общий. Все из него пьют. Мы хотим открыть производство. А я хочу остаться. Я имею право. Нет. Туан! Слышал, что думает вся деревня? Ты слышал голос отца? Отца? Все только и вы вспоминают. Но при жизни... Извините, конечно. Но он сказал... Месье Арди... Самый большой прохвост. Месье Дюмон! Вы враг общества! Враг общества! Я хочу остаться. Какое вам дело? Ты это мне? Вы все заодно. Где Роза? Гуляет. Опять? Кем? Кем хочет? Я подожду. Дайте белого вина. Его нет. Это красного. Тоже нет. А это? Я таких, как ты, не обслуживаю. Не имеете права. А ты можешь мешать нам жить? Сюда приехали бы архитекторы, строители. Построили бы столько новых зданий. Враг общества! Враг! Враг! Туан! Ты враг общества? Кто? Сюда, помогите! Туан! Что? Папа, там какой-то скандал. Папа, быстрей! Туан! Послушай! Я не подумаю! Фуражку! Туан! Я знал твоего деда! И прадеда! Туан Дюмон! Именем закона... Расскажи мне, Роза Туарна тебе женится? Не знаю. Он молчит. Разговорить его некому. Заставь его ревновать. Поможет? Поможет, конечно. Роза! Роза! Где Роза? Ее нет. Он попросит твоей руки на коленях. Точно. Он опять бежал. Нет ее, говорю! Что ты там делал, Туан? Ты меня ищешь? Хочешь поговорить? Решайся. Не о чем говорить. Может, я и дурак. Но я вас видел. Хватит! Вы мне все надоели. Забирайте дом, землю, источник. Я уезжаю. Передай это шефу. Шевелись. Самый большой прохвост. Не расслабляйтесь. Лучше отдохните. Здоровье стоит... Всего золота мира, знаю. Но... Патрон, сколько вы дадите за сделку? Деньги не в счет. Дом, земля, источник ваши. Моя доля? Сколько угодно. Вы свидетель. А все вот сдался. Шеф, мы спасены. Это провидение. Туан... Мертв? Нет. Он согласен. Продает. Славно поработали. Денежки. Где он? Рядом. Скорее. Документы. Быстро. Папа, Туан возле кафе. Держите его. Не дайте уйти. Я сейчас. Пустите. Дай обнять тебя. Не надо. Да здравствуй, Туан Дюмон. Да здравствуй, Туан Дюмон. Мерзавцы. Вон. Сдохните все. Я возвращаюсь к овцам. Момент. А подпись? Давайте подпишем. Покончим с этим поскорее. Бегу, бегу. Папа, туда, туда. Я сейчас. Документы. 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 Они у тебя. Точно, вот. Перо. Перо. Перо? Перо. Вот. 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 Подписывать здесь? Минутку. Друзья мои, это войдет в историю. Господин мэр, прошу вас. Не сейчас. Я буду краток. Нам не хватало только одной подписи, чтобы здесь появилась земля долгожителей. Да здравствует Антуан Дюмон. Долгих ему лет. Благодарю, месье мэр. Подписывай. Антуан Дюмон. Я знал твоего деда и прадеда. Не мешай, они договорились. Замолчите. Я служитель закона. Ты враг общества. Что я еще сделаю? Не знаю. Но ты упертый как отец. И кончишь как твой брат. Брат. У Туана есть брат? Что? Он не единственный наследник? Ты не можешь продать? Его брат давно умер. Умер? Отлично. Уже легче. Он не подписал. Туан. Ты не подписал? Я не могу. Почему? Я не подумал о брате. Но ведь он умер. Мы так говорили. Было стыдно. Он не умер. Где же он тогда? Он был отчаянный малый. Сами голова. Сердце золотое. Захожу в его камеру с особым чувством. Все, что осталось. Вы не знали? Нет. А когда это случилось? Семь лет назад. Ему здесь было неплохо. Но однажды тоска заела и... Вот. Раздвинул решетку и исчез. Как его теперь найти? Я знаю. Он нам написал. Смотрите. Пьеро! Вот что он нам прислал на Рождество. Это носят там, где он живет. Аргентинские авиалинии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алло! Алло! Марсиаль Дюмон? С вами хочет поговорить брат. Быстрее. Алло, привет! Какая у вас там погода? Спросите про контракт. Овцы? Да, мы держим овец. А ты? Что? Ламы? Да. А какие они? Ламы похожи на кос с длинными шумами. Или на маленьких херблюдов. Представил? Нет? Не забудьте о контракте. Мы почти 10 лет не общались. Дайте узнать новости, а? Нет, нет, во Францию не вернусь. Я женился. А ты? Нет? Ладно, это плохо. Все Дюмоны женятся. Надо продолжать род. Женись, понял? Ладно, ладно. Не твое дело. Сам разберусь. Не приставай. Что? Сам ты упертый. Как папа. Да, как папа. Он согласен. Кто? Марсиаль Дюмон. Он оставит все брату, если тот женится. Туан готов продать, но если женится, не продаст. Но мы обо всем договоримся с Розой. С кем? С Розой. Помните? Он с ней не разговаривает. Возьмем и поженим их. За Антуана Дюмона никогда. Откажешься, пакуй чемоданы. И уеду. Куда? Все равно. В Париж, например. Думаете, в Париже легко? Вы так сказали. Надо заключить брак с надежным человеком. С Туаном. Почему бы и нет? Вы говорили, он плох. Мне так казалось, но если присмотреться... Он бьет женщин. Я не забуду. Он, конечно, дикарь, но бьют тех, кого любят. Не обязательно. Никогда. Но ведь тебе кто-нибудь нравится? Нравится. Так не уезжай. Я не хочу ее видеть. Послушай. Назовете ее имя. Выстрелю. Тот, кто встретит Туана Дюмона, должен доставить его в мэрию. Будьте осторожны. Преступник вооружен. Вероятно. Не отпускай его. Это твой шанс. Нам не о чем говорить. Он тебя любит. Откуда вы знаете? Все знают. Не надо было за ней ухлестывать. Вы сами просили. Зачем слушал? Смотрите, смотрите. Они его поймали. Пусть сдается. Никуда не денется. Мы спасены. Нет, только не это. Вперед. Струсили. Все в порядке? Там Роза. Идет. Давай, Роза. Не подведи. Они встретились. Я не хочу свадьбы. Я тоже. Маквиты. Нет еще. Я не слышу. Поговорить нечего. Черт. Предательница. Уходит. Вернитесь. Можете убить друг друга, но поженитесь. Ты должен знать, я тебя не люблю. Я тебя тоже. А что другим говорил? Ты слышала? Мне сказали. Другие, не ты. А что бы ты мне ответила? Скажи, увидишь. Сколько можно? Сказать люблю так легко. Ты только с овцами общаешься. Они славные. Что ты им говоришь? Не твое дело. Что, хочешь жениться? Может и так. А на ком они знают? Это не их дело. Отлично. Все хорошо. Обнимитесь и готово. Я больше не могу ждать. Столько денег теряем. Боже мой. Как я узнаю, если ты молчишь? Что? Что другие говорят. Ты уже знаешь. Скажи сам. Скажи сама, если хочешь. Ты должен сказать. Роза, я давно тебя люблю. Ты самая красивая. Самая умная. Мы поженимся. И уедем отсюда. Ну, скажешь. Ну, а зачем? Ты же все сказала. Друзья! От имени мэрии? Нет, месье мэр. Теперь моя очередь. Друзья! Это было непросто. Но теперь ничто не мешает нам создать страну вечной молодости. В этом дивном краю, где так легко дышатся и где живут так долго. Живут так долго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Источник находится у дороги. Пусть пьет любой. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, Пятый канал. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...